Компания «Орёл Гор Теплоэнерго» дала старт открытому конкурсу на право аренды теплосетевого оборудования «Орла». По конкурсной документации срок договора аренды рассчитан на 363 дня. Торги, назначенные на 5 сентября, заявки на участие принимаются до 31 августа. Напомним, что первый раз этот конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок. В Орловской области наконец утвержден порядок отлова и содержания бездомных собак и кошек. По документу финансирование ложится на областной бюджет. Отлову подлежат все безнадзорные собаки. Постановление запрещает отстрел бездомных животных, если они не угрожают жизни и здоровью людей. Охоту можно вести с помощью средств временной парализации сеток, ловушек и пищевых приманок. В 2012 году свыше 4,5 тысяч орловчан уже не смогли выехать за границу. Такое наказание постигло неплательщиков, большая часть из которых – должники по алиментам. А чтобы не было таких неприятных сюрпризов, перед поездкой следует зайти на официальный сайт управления судебных приставов по Орловской области и узнать о своих задолженностях. Скоро все тайны памятника генералу Ермолову могут быть раскрыты. Губернатор Орловской области поручил своему заместителю Игорю Гармашу опубликовать на сайте областной администрации и в местных СМИ полный отчет о собранных средствах на памятник и о том, как они были израсходованы. В национальном парке Орловской полесье появился вредитель. Специалисты обнаружили жука-усача на старых спиленных деревьях. По предварительной версии вредитель попал в Хатынецкий район из южных регионов страны. Его распространение приводит к усыханию и гибели деревьев. Санитарные вырубки на территории парка уже начались.